Дмитрием Потапенко, предпринимателем, экономистом. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Событие, которое мы наблюдаем за последние несколько дней, это расстрел военнослужащих, мобилизованных под Белгородом. Сегодня самолет, предположительно, Су-34, который врезался в жилой дом Вейски. Получается, что российской армии не надо воевать. В общем, потери она несет еще, находясь на территории Российской Федерации. Это некая цепочка случайностей, которые бывают, или за этим можно рассмотреть некую тенденцию, как вы считаете? Ну, в целом, я бы сказал так, я бы рассмотрел тенденцию системы управления, о которой мы часто с вами говорим. Собственно говоря, объявление мобилизации, а потом ее как бы исполнение, по крайней мере, в Москве, якобы, без всяких документов, это звенья одной цепи, что штука, которая ошибочно называется государством, на самом деле, такой штукой не является. Это набор чиновничьих групп, которые, узурпировав право отбирать у вас, соответственно, труд и ваше здоровье, и ваше жизни, изображают себя, что они, якобы, что-то понимают, знают, умеют чем-то управлять. Вот, а на самом деле, даже самые примитивные промышленные предприятия в состоянии создать. Ну, ими управлять, ну, и оборонный комплекс в том числе. Яркий пример тому, что вы сейчас приходите. Что такое, там, расстрел людей? Это неумение создать систему управления персоналом, там, на разных уровнях. Что такое, там, падение самолета? Ну, я надеюсь, что это была такая случайность, но эта случайность как-то должна происходить в другой зоне. Если это полетная зона где-то там далеко, с учетом того, что мы воюем, значит, это должно где-то там и происходить. А то, что сегодня Сергей Собянин, мэр Москвы, заявил о том, что все, выполнен лимит, достигли, и мы, собственно, останавливаем в Москве мобилизацию, военкоматы закроются, закрываются. Это сегодня было преподнесено. Ну, закрываются мобилизационные пункты. На самом деле, военкоматы не закроются, потому что 1 ноября начинается, а, первое, демобилизация людей, уволенных в запас, и второе, начинается, соответственно, осенний призыв, который как раз и был перенесен на один месяц всего. Поэтому, конечно, военкоматы не закроются, они будут по-прежнему так же и работать. Просто, по крайней мере, теоретически, я подчеркиваю, теоретически, потому что заявления и Сергея Семеновича Собянина, и заявления Владимира Путина, как мне покажется странным, до тех пор, пока они не поддержаны такой штукой под названием «бомашка», вот без «бомашки» они могут все что угодно. Мы с вами даже можем объявить, что на Марсе тоже, в общем-то, завершается мобилизация. На Венере мы еще подумаем с вами, а вот на Марсе на полном серьезе. Правда, я боюсь, что после этих заявлений приедут санитары и заберут, ну, потому что мы с вами не государственные, ну, а государственным служащим можно заявлять все что угодно. Нужна «бомашка», окончательная и бесповоротная, как говорил профессор Преображенский. Броня, так сказать. Вот пока этой брони не будет, мы с вами будем рассуждать о том, как это. То есть молодым людям или там немолодым людям, которые говорят о том, что сегодня там в 17, в 24 часа Киев бомбили, нам объявили, вот закрытие призывных пунктов для военкомов не означает ничего. Зеро. А вообще то, что говорит Владимир Путин о массовых ударах, о том, что сейчас не время, а там посмотрим, в то же время дроны Камикадзе летят на Киев, и сегодня мы это видели. То есть то, что он говорит и то, что происходит, это как будто две какие-то параллельные реальности. Ну, реальность одна-то, ну, давайте, что у нас Владимир Путин как-то по-другому живет. Как говорится, можно говорить, что, в общем, хочу покрасить Кремль в красный цвет. Так у нас красной краски нет, давайте красить в зеленой, так у нас и зеленой нет. Давайте в серобурмалиновую, так у нас и серобурмалиновую нету. Тогда не будем ничего красить, но объявлять о том, что мы красим будем. Поэтому фундаментально ничего не поменялось. У нас пенсионный возраст не повышается, и, по-моему, в шестом или в седьмом году подписано, что о целостности Владимиром Путином, это же Владимиром Путином подписано, не мной. Если бы я подписал, ну ладно, меня в дурку. А Владимир Путин-то это президент Российской Федерации, он же подписал о целостности Украины бумазею. Ну, хочется сказать, Владимир Владимирович, вот эта бумазея с вашей подписью, она куда? Она к чему? Поэтому все абсолютно честно. Я просто пытаюсь понять, а кому он обращается? То есть он обращается к своей элите, не знаю, к своему окружению, он обращается к обществу? К Ганде он общается. Ну что вы, ну что же вы, все как-то мелко его. Владимир Владимирович общается только с Ганде. Он, можно сказать, с Ганде, с Кадзоном, там, не знаю, еще с кем-то. Он с другими разговаривает. Не лезьте в разговор умных людей. А у него фидбэк есть от тех, кого вы перечислили? Вы знаете, вот я вот, когда наблюдаю за стеной плача, там тут записки вкладывают, видимо, есть. Мы с вами просто этого не узнаем никогда, это же внутреннее обращение. Поэтому ты, как говорится, что мы не нападаем, а они оттуда тебе чего-то отвечают. И ты так поговорил, и вроде как и все хорошо. Но если спуститься на уровень пониже, сегодня был очень интересный, на мой взгляд, пост Маргариты Симоньян. Она в Телеграме возмутилась тем, что в издательствах отказались публиковать книгу поэтов с буквой «З». И сказали, вот с этой буквой мы публиковать не будем. Она сказала, ну, как же так? Как же так? Я с ней абсолютно согласен. Поэтому надо Маргарите Симоньян, я ее, честно говоря, в ее возмущении поддерживаю. Вы знаете, вот когда я был молод и красив, надо было просто печатать все на печатной машинке. Печатал я одним пальцем. Можно было набрать, а потом это все на ротопринтера размножить. Поэтому я предлагаю все-таки скинуться для Маргариты Симоньян для такого сам издата. Это будет классика жанра такая вот. Фронтовые стихи, набранные на машинке, потом размноженные на ротопринтере и раздаваемые у метро. Мне кажется, что вот это будет прямо настоящая такая поддержка этой прозы. Она написала вот тут в конце, мне понравилось. И это, конечно, приговор нам всем. Вот то, что не напечатали эту книгу. Не, ну, может быть, она что-то имела другое. Это просто, может, она сказала, это приговор. Она же, может, не соотносилась. Ну, потому что Владимир Владимирович разговаривает с ней. Ну, я боюсь, что он, может быть, и она рядом у него где-то, фотографии на белом стене. Но в основном все-таки он с Ганди. Ганди, Ганди — это все-таки основное. А что касается еще одной категории лиц, которую хотел бы с вами обсудить, это Зе-Военкоры, на которых, судя по всему, объявили охоту. Это и Пегов, и многие другие, которые вроде как в своем патриотическом таком запале, но тоже попали под жернова этой машины. Ну, уголовку-то на них не возбудили. Это они там рассказывают, что на них собираются возбудить. Ну, пока это все по факту, может быть, они просто пытаются как-то показать свою собственную значимость. Но в целом, будем честны, и в АПшке, и во всех остальных местах ультрапатриотов никогда не любили. И мы, по-моему, с вами тоже это обсуждали там ни в одном эфире, что первые, кто ляжет под жернова машины, это будут те, кто пропагандист. Теперь они должны четко... Ну, приходит время, когда надо собирать камни, когда-то разбрасывать, как говорили в рекламе Банка Империал. Поэтому все нормально, все логично в этой части. А там есть какое-то деление, условно говоря, по статусам? Ну, там те, кто на Верхово, там Соловьев, Корнаухов, кто там еще есть, Симонян, и те, кто пониже, те, кто в поле. Ну, вот те, кто в поле, они пожиже прямо совсем. То есть они точно не Симонян, не Киселев и всех остальных. Но это, в общем-то, исходит из их статуса. Те в поле, они имеют реальные шансы, ну, будем честны. Мы можем по-разному оценивать их работу, да, пропагандистскую, безусловно. Но худо-бедно, они хоть сколь-нибудь находятся на линии огня. И шансов, попросту говоря, там превратиться в мешочек просто на раз-два. А как это, совершенно другое дело общаться и кулачком, и студии там вещать, это же прямо... Это уже такая каста других, высших и высших эшелонов пропагандизма. Вот, поэтому, конечно, военкоры по сравнению с вот этой кастой пропагандистов в студиях, это второй сорт не брак. Они это прекрасно понимают, что, в общем, и по зарплатам у них совершенно существенная разница, фундаментальная разница с теми, кто в студиях машут. Те управляют. Спрашивают вас о том, а что сейчас с депутатами Государственной Думы, они как-то активно стали заниматься борьбой, цитата, с ЛГБТ-пропагандой. Это чтобы отвлечь внимание или так совпало просто? Нет, просто это очень правильно. Вячеслав Володин, просто его задача прикрыть тыл, и я с ним абсолютно согласен. Потому что если он не прикроет тылу, Владимиру Вячеславу Володину будет очень тяжело. Поэтому я понимаю, с чем он борется. В прямом смысле или переносным сейчас прикрывается? Во всех смыслах этого слова. А депутаты вот тут пишут как раз, им не обидно, что их используют? В общем, не спрашивая их мнение. То есть там есть какой-то договор, что, окей, вот есть сколько там, 400 с чем-то их? Да, вот у тебя, ну у тебя что, у тебя, смотрите, поди фигово. Это не публичный договор, что ты получаешь 450 косарей, у тебя пожизненная пенсия, там в районе 200 тысяч, ну там в зависимости от срока выслуги. У тебя тачка под задницей, офис в центре. Ты, в общем, как это, не косячь сильно с точки зрения всяких твоих боковых проектов. И не забывай вовремя, как говорится, присягать на верность амператору. Все, вот он договор. А вот за это, естественно, тебя как презерватив и в хвост, и в гриву. Так что все честно. Спрашивают что-то в последнее время не очень заметно Валентина Матвиенко. Как вы считаете, какая роль у нее сегодня вот на этом историческом отрезке? Ну, Валентина Ивановна, в общем, человек стрелянный, воробей, даже те ее так мирные заявления. Ну, ей не особо, как я вижу по ее заявлениям, ей нравится вся эта история. Не только это, но и в целом она регулярно делает там различные заявления. При том, что она все равно является человеком системы. Вот, поэтому, ну, она все-таки в возрасте. Валентина Ивановна бы, как это, внуков воспитывать, внучек. И все бы было хорошо. А тут она вынуждена, как говорится, выходить на фронтир и там что-то высказывать или доказывать. Поэтому Валентина Ивановна свою еще роль не отыграла. Но, в целом, я бы ее, как бы, отнес скорее к партии мира, чем к партии войны. А кого еще можно отнести, кстати, к партии мира, на ваш взгляд, из тех персон и фигур, которые на виду сейчас? Сложно сейчас, конечно, их куда-то туда отнести, а то их еще поувольняют к чертям собачьим. Вот, но практически все там депутаты, которые там болели по момент всяческих, их я бы там с легкой степенью допущения, когда принимались там заявления об операции военной, так называемой, или там, соответственно, об принятии в родную гавань четырех частей, теперь уже непонятно четырех частей чего, потому что, я так понимаю, что мы скоро будем видеть ситуацию, когда эти части уже, я так понимаю, их сильно покусали, ну и дальше они вообще, судя по всему, откусятся совсем. Но в КТО мы не перейдем, то есть в контртеррористическую операцию. Поэтому все депутаты, которые прямо или косвенно отсутствовали, или голосовали в нейтраль, ну потенциально можно отнести в партию, я подчеркиваю, потенциально. То есть это не означает, что они прямо зачисляем их в эту партию, но потенциально можно отнести. Собственно говоря, АПшка это тоже понимает, и, в общем, по этим депутатам всегда ведется отдельная работа, в том числе и в отделах ФСБ. А на ваш взгляд, вот та история с референдумами, псевдореферендумами, которые были проведены, и... Самая хорошая фраза – опрос, понимаете, я всегда привожу пример. Мы в нашей квартире провели опрос, решили присоединиться к Швейцарии. В Швейцарии только, я боюсь, не очень в курсе. Но у нас по опросам, я могу сказать, мы стопроцентный референдум, даже не какие-то вот эти дешевые дешевки какие-то, 98%, это просто недостойно. По опросам нашей квартиры мы хотим присоединиться к Швейцарии, да. Но, тем не менее, вот Путин проводит этот опрос. Далее они там все это оформляют в Георгиевском зале Кремля. Путин скандирует все это, там сопровождается какой-то музыкой. А далее у ВСУ свои планы. Они вышибают те части, которые там есть. Путин, когда начинал эту историю с опросом, он понимал, что могут отобрать у него то, что он отобрал, или пытался отобрать, и как это на нем отразится, и отразится ли все-таки, что то, что он назвал частью России, ну, в общем, России не является и не будет являться, судя по всему. Вот это качание мячиков, это же это, как вот, посмотрите, как рэперы вот снимаются, они как рэперы вот там пятером снились. Вечеринка у Децова дома. Гуляет весь район, гуляет вся школа. Вот, а поэтому вы как-то пытаетесь найти очень сложное объяснение, вот совершенно вот этого, вечеринка у Децова дома. Там просто на звуковой фон, если кто-нибудь подложил бы умный, все бы очень хорошо бы совпало. Поэтому он в другой парадигме. Я же еще раз, Ганди, он, а вы тут о какой-то мелочи, кому принадлежит реально, где там стоит ВСУ, не имеет значения. И он с Ганди общается. Вопрос, он близок к Ганди, я даже зачитаю. Российский совбез располагает данными, что Соединенные Штаты Америки и их союзники готовятся применить новые подходы в подрывной работе по разложению российского общества. С этой целью используются многопрофильные группы ученых, специалистов по антропологии и этнологии, социальной психологии, а также математики, заявил секретаря совета по фамилии Храмов. У меня нет вопроса, я просто хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Надо только согласиться, потому что... Очень загадочно. Не-не-не, я согласен с ним. Я целиком и полностью поддерживаю. Он яркий пример. Прямо да. Да, использует, и господин Храмов, судя по всему, является ярким образчиком вот этой американской технологии. Нет американскому империализму. Ну, к сожалению, надо фончик мне поменять, все это на психбольницу, и все норм. Я виноватся с пылью сегодня с фокусом. Там есть продолжение, я просто еще зачитаю. Все-таки это российская газета опубликовала, это орган, кого? Правительство, если не ошибаюсь, это Российская Федерация. Запад привлекает известных оппозиционно настроенных артистов и бизнесменов в ряды пятой колонны для подрывной работы в России. Храмов также заявил, что ряд деятелей культуры втайне саботирует перевод российской культурной среды в патриотическую плоскость, и одна из причин нежелания подчиняться общественному контролю за работой дворческих коллективов, получающих финансирование из госказны. Это для кого? Вот как вы считаете? Кому такие вещи говорят и пишут? Самому себе. Не мешайте людям разговаривать с умными людьми. Что же вы пытаетесь влезть в этот разговор? Просто у них, понимаете, я вот когда работал в психиатричке, там, мало того, что там люди со стенами разговаривали, но они бывают, что, извините, мочой стенки разрисовывали. По-разному бывает. У всех был свой орган, как это, донесение информации. Кто-то расписывал стены мочой. Бывают другие девиации, другие отклонения. При этом я подчеркиваю, я думаю, что профессиональный психиатр расскажет куда интереснее. Просто интересно, администрация президента, там много, сколько там, до двух тысяч человек. Да, где-то около две с половиной. Целы отдела, наверняка там есть люди, которые что-то понимают. До фига, кстати. И вот господин Храмов говорит о контроле. А есть ли какой-то контроль над этими заявлениями, поскольку это все-таки какие-то чиновники их делают? Или сказали, окей, говорите все, что хотите? Абсолютно. Нет, там расход очень простой. Понимаете, в чем дело? Вот давайте так, давайте я как-то защищу администрацию президента. Ну, представьте, давайте пофантазируем. Фантазия абсолютно. Храмов там в Сенате или где он там был? В Думе? В Собвезе? Сейчас я проверю. В Собвезе? Да, в Собвезе, кажется. Ок. Там и Медведев, кстати. Ок. Вот. Вот смотрите. Вот, например, вы чиновник администрации президента. И вместо Храмова, например, сидит Потапенко. Вот оно вам нахера? Вот правда, нахрена вам это все, вот головняк? Вот с этим придурком Потапенко надо отслеживать, что он говорит. А еще он умеет и насказать, и насказать. И так вот опустить на ровном месте его. Вот этот головняк зачем? У тебя хороший, работает отличный сотрудник Храмов, где все понятно. В лучшем случае он, условно говоря, какой-то боковичок себе сделает. И это предел мечтаний. Это же отличные сотрудники. Поэтому в Храмов мы в своем месте. Потапенко туда нельзя. Я бы с вами сейчас попробовал подискутировать. Смотрите. Ну, Совет Безопасности — это орган, который отвечает за безопасность, в том числе и режимы. Я так понимаю, что это, ну, даже исходя из инстинкта самосохранения, пусть там сидит Потапенко, который хотя бы будет что-то делать, чем Храмов, который будет что-то не делать, но говорить. Не надо, нет. Знаете, Потапенко — это вот все равно, что когда вот периодически там мне задавали вопрос, что у вас еще на фронт не берут. Вот я говорю, еще вот, представляете, мне оружие в руки и меня на фронт. Я говорю, вы башкой-то думаете. То есть власть там должна быть совсем отмороженная, чтобы либо надо пристреливать прямо на призывном пункте сразу физически, чтобы там сказать «погиб», но допускать до людей меня нельзя. Нет, а Храмов чего? Ну, это не охраной занимается Федеральная служба охраны, а это пусть чего говорит. Флаг в руки, все абсолютно отлично. Нет, я считаю, что люди подобному храму, собственно говоря, что-то мне напоминает как раз фондорина и севильский цирюлик. Я так понимаю, что, в общем, они подобные уроды и должны быть. В противном случае система будет под угрозой. А для чего вообще российской власти нужен Совет Безопасности? Там Медведев сидит, там Храмов сидит. Вот они много и активные. А там хорошая синякура. Ну, как своих пацанов-то не пристроить? Хорошая зарплата, хорошая пенсия, машинка с мигалочкой, еще машинка ДПС спереди. Семья пристроена, сыновья где-нибудь там при какой-нибудь комиссии. Все это называется государством. Ты сидишь, ты лохов доишь штукой под названием налоги, а еще этих лохов же посылаешь, как солдатиков, гибнуть просто в мясорубке. Подни фигово. Красивая такая компьютерная игра, только с живыми персонажами. И копится твой капитал. Вок. А Лукашенко сейчас, какую он роль играет? Потому что он все-таки продолжает сопротивляться. Как на него не давят, как его не пытаются отправить воевать. Базы дам, воздушные пространства дам, солдат не дам. В общем, они туда не пойдут. Батюшка же понимает, что как только он отправит солдат на своих ребят, соответственно, белорусов, отправит на поле битвы и пойдут первые трупы, он станет не с точки зрения внутреннего управления, он станет с точки зрения системы управления уже Кремля обычным губернатором Белорусской области. Поэтому он это делает очень правильно. Это чувство его самосохранения. Очень правильное чувство самосохранения. А как долго он может сопротивляться? Какие у него есть возможности, какое у него пространство для маневра, чтобы Путин его не сломал и не заставил? У него пространство для маневра увеличивается чем больше, чем больше успехов у ВСУ на поле битвы. А как это связано? Поэтому надо сказать напрямую. Соответственно, когда у Кремля есть головняк на поле битвы, то у Батьки, то есть ВСУ, по сути дела, спасает Батьку от перехода от президента в область как раз вот этого самого губернатора Белорусской области. Ну, если Путин общается, как мы говорили, с Кобзоном в основном, то для него все-таки есть какое-то логическое построение, все-таки вот такие земные, простые, в отношениях с тем же Лукашенко? Или там так не работает? Не-не-не. Он на уровне... Он на уровне... Он мессия, он на уровне Бога. Нельзя его мерить земными, как говорится, простыми явлениями. Он мессия. Это же видно. А когда мессию заставляют ждать, когда мессию уже не сажают в центр стола, как это происходит, например, на различных саммитах, уже немногочисленных, но которые он посещает, и когда ему Рахмон говорит, там, Владимир Владимирович, ну хватит к нам относиться как к бывшим Советским Республикам, и, в общем, такую тираду позволяет себе достаточно жесткую в отношении президента России. Как у него в этом смысле? Не возвращается в земную жизнь? Он возвращается в обратку. Он возвращается в то время, ведь в чем, как не покажется странно, сила Владимира Путина в том, что придя, вернее, назначив его, когда его назначили просто на должность исполнительного директора, он передавил всех, и он стал мажоритарным акционером. Этот путь очень был тяжел. У него такой опыт уже, когда ему нужно было ждать, он у него был. Другое дело плохо, что он фактически обнуляет своими собственными действиями собственный на накопленный, персонифицированный капитал, и, безусловно, в реальности, не в его реальности, а в реальности вокруг него, он, конечно, становится, возвращается опять в состояние вот этого, ну, сейчас пока не исполнительного директора, но он сейчас возвращается в состояние председателя совета директоров. Но как уже его сакральность покачнулась, конечно, существенно. Но пока еще он не вернулся на уровень исполнительного директора. А вот опять же, если мы говорим о его восприятии мессии, та самая, уже нами обсуждаемая, красная кнопка. Божественное оружие, божественное возмездие, то, что может, в общем-то, выйти за пределы некого человеческого понимания. Он ее держит сейчас вот так, с пальцем приподнятым? Или как? Или она все-таки отложена куда-то в сторону? Ну, он на ней балуется, но он прекрасно... Вот как раз вот эти все удары по самолюбию, они приводят его к состоянию, что приказ может быть не выполнен. Почему в ближайшие дни пытаются провести какие-то там учения? Причем это уже вторая там мулька, которую закидывают, что именно потому, что Владимир Путин, вот балуясь по этой кнопочке, он не уверен, что когда он ее нажмет, ее нажмут все, кто по кругу. Вот он как раз хочет перепроверить. Потому что для него это очень важный стимул удержания собственной мужчинской власти. Вот это вот могу или не могу я мир перевернуть? Могу я сломать подкидную доску и подкинуть большой спорт или не могу? А институт апостолов как у него развит? Это эти как раз не имеют значения. Эти постольку-поскольку. У него скорее это так вроде чертей на побегушках. Нет. Ну то есть там Иуды нет. После него никого не должно быть. Нет. Он мессия над всеми. Стола нет. Он вне этого стола. Стол внизу где-то там у его ног должен быть. Это только такая картина мира. Если появятся апостолы, тогда он лучший среди равных. Он не может быть лучшим среди равным. Он должен быть один. Единственный. А он может протрезветь? Нет. То есть может ли случиться что-то, что вернет его в состояние земного человека? Или уже нет? Это уже ушло. Нет, это уже давно исчезло. Он там, высоко. А мы где-то здесь. Даже там. Мы даже не пыли у его ног. О чем бы. Ну, хорошо. Будем тогда следить за развитием событий. И в следующий раз свяжемся и посмотрим, как будут развиваться дела в высших сферах. Спасибо вам. Дмитрий Потапенко был с нами на прямой связи сегодня. До встречи. Мы продолжаем наш...